Генеральный партнер проекта – ювелирный бренд «Ринго». Здравствуйте! Я Олег Есюнин. Вы смотрите телепроект «Бизнес Ментор». Это проект нового формата, который направлен на поддержку развития российского бизнеса. Здесь каждый предприниматель за очень короткий срок, всего 5 месяцев, может выйти на новый уровень развития своего бизнеса и добиться невероятных результатов. Популярность проекта «Бизнес Ментор» растет от сезона к сезону. В нем приняло участие уже более 250 предпринимателей. Большинство из них достигли поставленных целей благодаря акселератору «Бизнес Ментор». В восьмом сезоне 11 российских предприятий с усиленной командой менторов намерены выйти на новый уровень развития бизнеса. Герои программы – лидеры, инноваторы, стремящиеся к новым горизонтам. Задача для всех состоит в том, чтобы найти точки роста для достижения тех целей, которые они поставили в проекте. Разбор «Бизнес Кейсов» – традиционная часть «Бизнес Ментора». Для того, чтобы лучше познакомиться с бизнесом наших героев, для того, чтобы найти пути достижения поставленных целей, организаторы вместе с менторами и партнерами программы провели мозговой штурм. Задача состояла в том, чтобы на этом этапе проекта выяснить степень нацеленности на результат и определить уровень инновационности проектов наших героев. Разборы и обсуждения кейсов проходили в Кванториуме «Фотоника». Собрались все участники проекта, в том числе менторы и партнеры восьмого сезона. Вторая идея, про которую говорили точно, абсолютно, выход в другой город – это через демпинговую отделку какого-то знакового объекта. Здесь не подойдет, мне кажется. Почему? Ну, это же вип-сегменты находятся. Начнет работать позиционирование, понимаете? Конечно. Открутиться от миссии, ее вот прям вывести в качестве главного ориентира. Поверьте, всегда сложно соединить в одном месте и в одно время очень занятых людей. Но на этот раз была максимальная явка партнеров за весь период существования проекта. Наверное, одно из самых сложных – это понять, о чем ты на самом деле хочешь. Определиться с тем, куда идти и что ты хочешь от этого всего. Поэтому были люди, которые плавали, говорили одно, потом другое. Хочется этого, этого и вот этого. Потом, которые просто уходили в сторону, где было больше самопрезентации, чем запроса на использование той аудитории, того ресурса, который был тогда, которым реально можно было воспользоваться. Бизнес есть бизнес. Ты идешь туда, ты должен быть готов, ты должен уже какую-то для себя цель определить. И только те люди, которые тут будут, те, кто именно помогают тебе это сделать, они тебе помогут, а не то, что пришел, пусть они мне рассказывают, что я буду делать с этим новым проектом. Ну, одно дело вот когда… Да, мы знаем, что вот это так, законы физики работают. Но когда мы вместе здесь всей командой, вот, и когда тебе подсказывают, появляется какой-то синергетический эффект. Вообще его даже иногда трудно понять, почему это происходит. Происходит и происходит, его надо принять так, как вот он есть. И все начинает получаться. То, что было нам представлено, по сути, являлось попыткой постановки задачи в том виде бизнеса, которым занимаются участники бизнес-ментора, или в том, которым они хотели бы заниматься. И вот эта постановка задачи, она проявила очень любопытные сегодняшние тенденции. Первое, что я заметила, на что обратила внимание, и, кстати говоря, что мне очень понравилось, как человеку, который сам работает в креативном бизнесе, осозналось, стало осознаваемым и формулируемым то, что можно ставить перед собой бизнес-задачу, а можно ставить перед собой задачу самореализации. И это тоже вполне нормальный путь, когда ты себе говоришь, я буду делать то, что мне интересно, а деньги по дороге. Формат встречи в проекте «Постоянен». Это подробный разбор и анализ реальных бизнес-кейсов опытными предпринимателями и менторами. На каждое предприятие отводится 30 минут времени. Участник рассказывает о своем проекте и текущих задачах, собственном видении их решения. Эксперты задают вопросы, дают обратную связь, идеи, советы и рекомендации. В конечном итоге мы выяснили, что человек хочет сделать бизнес. Не раздавать деньги, это называется благотворительностью, или хобби. Это когда ты раздаешь деньги. Ты идешь, раздаешь деньги и говоришь, классно, мне это нравится. В этой ситуации человек хочет создать бизнес. И он хочет заняться интересным, в конечном итоге, делом. В чем суть? Нужно описать то, что вы хотите. Вот буквально подробно. Там, как там, релаксация, в такой-то камере, раздевать в таком-то месте, ну и так далее. Это все подробно, да? Все подробно, включая то, сколько это стоит купить, сколько это стоит арендовать. Все прописали. Затем, сколько это стоит, выяснили, да? Сколько в конечном итоге здесь это будет затрата. Затем начали выяснять, а вообще это кто-нибудь купит? Наверное, кто-нибудь купит. Если хорошенько делать, то кто-то купит. То такие кто-то. Это люди из Перми, из Пермского края, может быть, из Москвы. Не важно, откуда будут приезжать. Атмосфера, хотя и была деловой, но располагала к себе свободным и даже домашним форматом. А вопросы менторов помогали предпринимателям увидеть свой бизнес как бы со стороны и оценить все его достоинства и недостатки. Ведь рассказывали участники не только о своих победах, но и о сложностях, которые, как ни крути, характерны для интенсивно развивающегося бизнеса. Участники после разбора бизнес-кейса на выходе получили обширный объем информации и план действий для достижения конкретного результата. Но продуктивно воспользоваться возможностью присутствия на мозговом штурме сильного экспертного состава смогли не все. Только несколько компаний сумели лаконично и убедительно представить свои проекты и точно описать те задачи, которые им необходимо решить за пять месяцев. Это частный детский сад «Дай-5», сеть стоматологических клиник «Гутентак», предприятие «Санветпрепарат Плюс» и дизайн-студия «Анастасии Безматерных». Я давно определил для себя главный принцип в бизнесе. Если учиться, то только у лучших. Личный опыт менторов в проекте неоценим. Постоянные встречи, консультации, ежедневное обсуждение текущих дел становится неотъемлемой частью жизни героев проекта. Каждого героя программы сопровождает личный ментор, мастер в своей сфере деятельности. Это бизнесмены практики с многолетним опытом, яркими достижениями, владельцы процветающих компаний, представителей власти и общественных организаций. Есть знания, есть контакты, и я с большим удовольствием подаю этот запрос, готов этими контактами делиться. Уже кучу набросал себе всяких разных идей, всяких разных мыслей, что нужно сделать, как нужно сделать. Конечно, я не лезу образовательный процесс, потому что я вообще так плохо понимаю. Они очень хорошо. А вот бизнес – это уже совершенно другая категория, это мне подвластно, это мне подконтрольно, и я об этом не знаю. По моему опыту каждый бизнес в определенный момент времени нуждается во мнении со стороны, в экспертности другого человека или группы лиц. Особенно это важно для малого и среднего бизнеса. А так как у меня есть опыт и выведения новых продуктов на рынок, и проведения ребрендинга целых компаний, и разработки команды, проектов, продвижения, мне есть чем поделиться. Иметь бизнес-наставника – это не просто хороший бонус. Это реальная возможность для участника реализовать свои стратегические цели, а также сделать мощный скачок и провести свою компанию к еще большему успеху. Активное взаимодействие менторов и предпринимателей началось с первых дней проекта. Были проведены встречи, консультации, определены планы, ресурсы, возможности. Каковы же первые результаты этого взаимодействия? Какие уроки извлекли наши герои из общения со своими наставниками? У нас за плечами бизнес-школа. Одна из неплохих по России. И когда мы приходим с ощущением того, что у нас есть какое-то понимание, что мы представляем о том, что нужно делать, и он нам рассказывает о вещах, которые выработаны его практикой, годами бизнес-решения, таких сложных бизнес-ситуаций, меня всегда это удивляет. И разница между теоретическими знаниями, которые ты получил, и практикой, которая жива непосредственно в этой земле. Гигантская разница, чувствуешь себя в свое время каким-то обеззаруженным, что ли, сталкиваясь с этим. Первый вопрос был, что, в принципе, у меня есть некие сегодня, так скажем, проблемы на моем производстве, нам не хватает, например, каких-то коммуникаций. Я подошла к головному вопросу, возможно ли как-то этот вопрос решить. И мы как раз подошли к тому, что надо просто брать новые площади и строить новый завод, а не пробовать из старых помещений, с которыми действительно огромные проблемы, мучиться. Давайте лучше сделаем что-то новое и хорошее. Это действительно, вот, и, по крайней мере, для меня еще один такой шаг в моей, так скажем, карьере бизнеса. Хотя я об этом давно мечтала. Вот это, наверное, как-то сподвигло, что есть какая-то помощь, есть люди, которые могут порекомендовать и поддержать, и помочь тебе. Познакомились, поговорили, обсудили наш новый медицинский проект. Министерство экономического развития Беронского края – интересные проекты, которые смогут привлечь в регион туристов по медицинскому бизнесу. Помогут создать рабочие места. Когда мы хотим перемен, нам нужно определиться, в каком направлении мы хотим меняться. Ольга Якимова, известный бизнес-тренер, провела практическое занятие с участниками проекта и научила их, что нужно предпринять для того, чтобы через несколько месяцев проекта сказать, что мы довольны финансовыми результатами нового уровня нашего бизнеса. Мечты должны быть либо безумными, либо нереальными, иначе это просто планы на завтра. Как же достигнуть своих целей? Для того, чтобы прямо сейчас получить лучшие результаты, очень важно иметь и план собственного успеха, и, конечно же, правильно ставить цели. Самая большая ложь – ложь отношения к себе. Поэтому, знаете, если я вопрос, все ли я сам себе по-настоящему сказал, что нужно сделать, чтобы получить жизнь? Я точно так же говорю. Пишу здесь списки, здесь не страшно, здесь я не уверена, здесь я не уверена, что прибыль будет, или еще что-то. То есть нужно будет просто правдивым самим собой. Все. Мы все знаем, что мы не хотим, и знаем, о чем мечтаем. Первая практическая встреча с экспертом в управлении системным маркетинга Ольгой Якимовой была посвящена определению, чего хочется героям проекта и, главное, чего им не хочется. Также подробно разобрали все сферы жизни каждого участника для того, чтобы уточнить цели. Итак, цели участников бизнес-ментора определены. Кейсы разобраны, работа идет, проходят встречи, консультации с менторами. Участники поступательно двигаются в направлении поставленных целей. Мы хотим создать новые проекты в сфере недвижимости и строительства для жителей Пермского края и других регионов. Наша цель на 2019 год открыть страх продаж многоквартирного жилого дома в Кировском районе города Пермир. Цель нашего участия увеличение обороты компании в два с половиной раза путем выхода на межрегиональный уровень. Это возможность трансляции истории успеха в нашей стоматологической клинике на федеральный уровень, а также подготовка исполнительной документации к запуску нового проекта. И, конечно, это отличный повод найти новых клиентов, партнеров и инвесторов. Увеличить количество точек присутствия и продаж на локальном федеральном международном уровне до пяти точек. Увеличить количество партнеров и инвесторов до трех компаний, увеличить средний чек на 70%, а также усилить узнаваемость бренда Рассена и моего личного бренда Юлии Сунцевой на федеральном и международном уровне. Для нас очень важно, чтобы как можно большее число российских детей получило доступ к качественной и современной образовательной среде. И поэтому основной задачей участия в проекте «Бизнесмендер» мы для себя ставим подготовку к открытию еще одного детского сада Дай-5. Познакомить жителей города с инновационными технологиями в области здоровья и омоложения и увеличить количество клиентов. Это построить новый завод в течение трех лет, расширить клиентскую базу на федеральном уровне и внедрить новые инновационные продукты в России. Увеличить долю партнеров делового журнала National Business еще на 50%, а также расширить географию присутствия журнала еще на шесть регионов. Мы любим и создаем стильные, продуманные интерьеры и мы очень хотим, чтобы таких интерьеров стало еще больше. Цель нашего участия в проекте увеличить как минимум в два раза число наших клиентов и соответственно увеличить число счастливых людей. Увеличение товарооборота минимум на 30%, вывод на российский рынок нового уникального препарата для обработки теплиц и выход на новые для нас рынки. Это Армения, Киргизия и укрепление на существующих рынках Белоруссия, Казахстан, Россия. Во-первых, вывести свои разработки и методики на федеральный уровень. Во-вторых, сделать это таким образом, чтобы они стали доступными для населения Российской Федерации. И в-третьих, объединить между собой медицинскую элиту Пермского края. Наглядное знакомство с бизнесами участников проекта важная составляющая часть программы «Бизнес-ментор». Это дает возможность узнать о чем-то новом, почерпнуть успешный опыт внедрения тех или иных технологий, а также продвинуть свои услуги на потенциальную целевую аудиторию. Первая бизнес-миссия этого сезона прошла в студии персонального тренинга «Грин Клаб». Вместо традиционно ожидаемой экскурсии по предприятию гостей вечера ждала почти часовая тренировка йога в гамаках под руководством Татьяны Балашовой, а также персональное тестирование инновационного тренажера «Пауэрплей». Кульминацией вечера стал дегустационный фуршетный сет, приготовленный директором «Грин Клаб» Ириной Романовой, одним из ведущих специалистов в области здорового питания «Пельми». Кстати, многие впервые попробовали ее известные фирменные «Перины», из утиной грудки и «Фуагра». В итоге все участники сделали для себя вывод, что правильное питание, внимание к собственному здоровью и безопасной спортивной нагрузке – залог успеха и долголетия не только для предпринимателя. Ринго – драгоценные подарки для драгоценных моментов жизни. Ювелирный салон «Ринго» Советская 65А Телефон 214-55-11 Современный мир дает множество возможностей для обучения и образования наших детей. Благодаря появлению в Перми инновационного детского технопарка «Кванториум Фотоника» сегодня каждый желающий подросток в возрасте от 12 до 18 лет может легко примерить на себя профессии проектировщика, промышленного дизайнера, также погрузиться в основу генной инженерии, поучаствовать в создании современных навигационных систем, роботов, беспилотных машин, создать самому дополненную виртуальную реальность. Как попасть в «Кванториум»? Можно записаться через сайт «Кванториум Фотоника» вышли, нашли, записались. Второе – пройти с ребенка в «Кванториум» на ресепшн, попроситься, переодеться и пройтись, посмотреть и выбрать, что ему будет интересно. А третий вариант – через школы. Школы подписывают с нами соглашения, дети занимаются. «Кванториум Фотоника» создан в рамках президентской программы в 2018 году, как центр, направленный на профессиональную подготовку и обучение подрастающего поколения. Это один из крупнейших детских технопарков в Приворском федеральном округе по количеству направлений дополнительного образования. Каждый из 10 квантов представляет целую научно-инженерную и техническую сферу. На сегодняшний день «Кванториум Фотоника» инновационная образовательная среда, которая уже вовлекла в научно-техническое творчество более 1300 школьников Пермского края. По условиям проекта все участники не только добиваются своих целей, но и соревнуются между собой за призовое место. Лидер выявляется по множеству критериев. Победители определяют партнеры-менторы и главные герои. Выиграет тот, кто быстрее достигнет поставленной перед собой цели. Вторая номинация «Победитель интернет-голосования». Отдать голос за своего героя можно на портале business-mentor.rf Приз абсолютного победителя проекта предоставляет ювелирный бренд «Ринга». И на финал мой менторский совет. Для того, чтобы добиться любой стоящей цели, необходимо идти на риск. Нужно не бояться неудач. Нужно мыслить широко и инновационно. С вами был Олег Ясюнин и бизнес-ментор. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова